Хейоу, всем привет! С этого ролика начинается мой цикл гайдов по постройке так называемого компьютера в Майнкрафте. В этом видео я постараюсь объяснить вам, как построить дисплей и как он работает. Для начала определим задачу, которую нам нужно выполнить. Дисплей должен состоять из независимых пикселей размером 2 на 2 блока, обладать системой сброса всех пикселей и блокировкой. Перейдем к теории, наш дисплей будет состоять из так называемых сегментов. В свою очередь каждый сегмент будет отображать символы с помощью включения некоторых пикселей. Давайте рассмотрим сегмент дисплея поближе. Как вы можете заметить, он состоит из четырех основных частей. Первая часть отвечает за подачу Redstone сигнала на пиксель. Вторая часть это ячейка памяти, она имеет два входа, при подаче сигнала на первый вход запоминает его и пикселю присваивается единица, т.е. он включается, а вот когда мы подаем сигнал на второй вход, пиксель сбрасывает свое значение и оно приравнивается нулю, т.е. пиксель выключается. Зачем такие сложности я объясню позже, а сейчас главное понять структуру устройства сегмента дисплея. Третья часть отвечает за блокировку подачи сигнала на пиксели дисплея, т.е. как бы мы ни старались подать сигнал на отдельные пиксели, их состояние не изменится. Четвертая часть является так называемым повторителем сигнала, она соединяет все наши сегменты и с ее помощью мы можем выводить информацию сразу на все сегменты дисплея. Перейдем от теории к практике, сначала мы построим один пиксель, а потом просто скопируем их, ибо они все абсолютно одинаковые. Начнем с первой части, поставим 4 лампы, далее расположим блоки в Г-образном положении, на нижний блок установим редстоун факела, чтобы они питали лампы. Сейчас пиксель в активном состоянии, нам такое не подходит. В спокойном состоянии он не должен светиться, чтобы решить эту проблему сделаем инвертирующий элемент с помощью редстоун факелов и повторителей. Довольно важной частью является ячейка памяти. Она вам может показаться чем-то сложным, но по факту является одной из самых простых частей. Состоит всего лишь из двух элементов – воронки и дроппера, которые направлены друг в друга. Третьей частью является система блокировки. Внимательно смотрите, как расположены блоки. Эта система довольно простая, но в ней легко запутаться. Последнюю, четвертую часть мы построим немного позже, а сейчас продублируем наши пиксели два раза по горизонтали и четыре раза по вертикали. В итоге у нас должен получиться сегмент размером 3х5 пикселей. После того, как мы продублировали пиксели, нужно доделать ячейки памяти. Вам нужно будет расположить повторитель на каждой первой воронке в ряду пикселей, а потом проложить редстоун до конца ряда. На этом наша работа с ячейками памяти не заканчивается. Остается соединить цепь по вертикали. Для этого сделаем лестничку из полублоков, с левой стороны нашего сегмента дисплея, по скриптум, если кто-то еще не знает, такая лестница из полублоков может проводить сигнал только вверх. В самом низу лестницы поставим инвертирующий элемент в виде редстоун факела и кнопку активация. Остался последний шаг, в каждый дроппер нужно положить предмет, любой на ваше усмотрение. Продолжение следует... На этом моменте наш сегмент готов на 90% и уже может быть использован. Давайте я вам продемонстрирую его работу и все объясню. Чтобы выключить пиксель, стоит всего лишь нажать на кнопку, которая находится на дроппере. Как только я нажал на нее, дроппер выкинул предмет в воронку, но из-за того, что воронка запитана редстоун сигналом, она не вернула предмет назад в дроппер. Далее компаратор видит, что в воронке появился предмет и подает сигнал на инвертирующий элемент. В свою очередь он запитывает факела, которые включают 4 лампы. Теперь нажмем на кнопку сброса. После нажатия инвертирующий факел гаснет и сигнал распространяется на воронку. Когда на долю секунды сигнал перестает запитывать воронку, предмет в ней возвращается в дроппер. Компаратор замечает это, что воронка стала пустой и перестает передавать сигнал на лампы. Вот мы и прошли цикл работы нашего сегмента дисплея. Но возникает вопрос, у нас же не один сегмент дисплея, как мы будем вводить сигнал и на другие элементы? Именно сейчас я отвечу на этот вопрос. Для горизонтального дублирования сигнала есть специальный элемент, но к моему и вашему счастью я не буду показывать как его строить, файлы схематики этого элемента вы найдете в описании под видео. После этого минорного отступления продублируем сегменты несколько раз, в моем случае будет 4 сегмента. Последним шагом будет соединение системы сброса, просто продлим редстоун. А теперь я продемонстрирую, как работает эта система горизонтального дублирования сигнала. Как только мы нажимаем кнопку, сигнал идет не только на один сегмент дисплея, но и на все остальные. Кроме того, система сброса работает по такому же принципу, сбрасывая все элементы дисплея. Я очень надеюсь на то, что вы поняли принцип работы данного устройства, в любом случае советую пересмотреть еще раз, а если у вас возникли вопросы, не стесняйтесь задавать их в комментариях, ссылку на скачивание карты и схематики вы можете найти в описании под роликом. И на этом моменте я хотел бы закончить, спасибо, что смотрели, подписывайтесь и ставьте лайки. Удачной постройки, пока! Субтитры создавал DimaTorzok